Говорит, увага, увага, оденьте маски. С сегодняшнего дня надо маски носить. Я забыла. Сейчас буду искать где-то вот эту прозрачную, потому что это идиотизм высшей степени. Ну и скорее всего это надолго, поэтому надо взять прозрачную, чтобы не дыхать этой тряпкой. Тут какой-то сбор. Я иду в магазин. Иду в магазин, короче, этих холстов. Надо купить краски масляные, хотя бы желтую, зеленую. Тогда я с них могу синюю сделать. Купила два таких холста, ой, три холста, потом две кисти, краски олейные. Четыре краски взяла, как раз на 95 злотых. Я взяла с собой сотку. Короче, эти олейные краски масляные могут сохнуть годы-два. А я думаю, что же у меня не сохнет краска. Короче, надо будет смотреть средство, которое высушивает краску. Есть такое, оно дорогое. Ну, посмотрим. Ну, я взяла четыре краски, их можно смешать. Я взяла белую, потому что она осветляет. Зеленую, желтую и красную. Из этих красок можно сделать какой-нибудь темный, черный почти. Какой-нибудь бордовый, если надо. Синий и светлая тона. Маленькие взяла тюбики по 38-38 миллиграмм. Короче, что-то говорят, я не понимаю, о чем. Ну, вернее, понимаю, что за маску. Маска польская, чья глухая. Я взяла свой намордник рваный, собаками порвала. На одну ноздрю одна ноздря свободная. Короче, надо мне купить маску прозрачную, потому что это меня так бесит эта тряпка. Такой ряд деревьев. Такой ряд деревьев. Опять у меня красавица. Самая вкусная еда. Короче, быстренько съела полтора куска рыбы, потому что так хотела рыбы, что капец. А теперь жду, картошка печется. Сейчас вам покажу, что я купила еще. Итак, купила, короче, три холста. Это гораздо больше холсты. Трипак. Ну, сейчас вам покажу сравнение, как с теми. О, видите, насколько больше. Узнала сегодня, что масляная краска сохнет очень долго. Год может сохнуть. Два. Короче, купила вот такой шампунь. Так что у меня позаканчивалось мыло для интимной гигиены. Ну, я вообще как мыло взяла просто. Потом прокладки каждодневные. Эти супер длинные. Мне они нравятся. Для линз раствор и прокладки. Ну, то каждодневные, а то обычные. Потом, короче, две кисти. Одну вот эта мягкая. Так как холст большой, но это большая кисть. Это уже как профессиональные кисти. Потому что, ну, не такие, как у меня с набора. И одна жесткая щетина. Ну, для разных вариаций. Потом и четыре красочки взяла. Тут по 38 миллиграмм. Что-то такое. Красная, белая, желтая и зеленая. Просто из этих красок можно делать другие цвета. И стерку взяла наконец-то. Ну, короче, вот такой вот. Такие покупки. Это просто надо было по списку. Я купила на 70 злоток. 70,64. Вот эти все прокладки. И все это. Боже. И бумага туалетная. Его закончилось. Это самая плотная на ощупь. На мой взгляд. И, короче, вот эти кисточки и краски и холсты на 95 злотых. Со скидкой 5-10 процентов для студентов. Ну, вообще, со студенческой легитимацией. Такая прикольная кисть. Оранжевая. Ворс классный. Потом еще буду по чуть-чуть прикупать. Ну, в общем, вот так вот. Уже для таких холстов надо побольше краски. Не 12 миллиграмм. А для огромных таких, которые совсем огромные, то уже надо и кисть здоровенную и красок по минимуму 500 грамм. Ну, короче, вот так вот. Ну, в общем, так. Жду, когда спечется картошка. Немного перекусила, поэтому не сильно голодная. Что еще сказать. Все прекрасно. Теперь буду рисовать. Правда, улей долго сохнет. 38 миллиграмм. Ну, ничего страшного. Взяла белую краску, хотя у меня уже белая есть. Но я просто подумала, что что-то та долго сохнет. А она вся такая. Ничего страшного. Белого много не бывает. Будем, короче, как-то это пытаться. Я поняла, если что-то нарисовать и продавать из масла, то только по месту продавать. То есть привезти, повесить людям и все. Иначе масло будет смазываться. Ну, короче, еще надо купить. Я видя там большие по 500 миллиграмм такие емкости акрилового. Я думаю, они есть и огромные. Ну, уж уж огромные. Я думаю, неудобно. Хотя что, может даже по 2 литра взять. Короче, аж это, аж слюной удавилась. Кисточка. Прикольная. Такая оранжевая. Не могу именно радоваться. Колибри. Тут у каждой номера есть. Германия. Немецкая. Ну, да, видно, что качественно. Потому что в тех маленьких с набора они сыпутся. Ну, это типа попробовать. А это уже кисти как профессиональные. И это тоже калибри. Только жесткая. Потому что вот, например, тон наложить можно жесткой. А потом уже наверх. Хотя, если она так долго сохнет, то надо, наверное, сразу рисовать. И все. Это уже все. Сразу рисунок. Потому что она же не высохнет. Ну, разве что как-то ее размазывать. Надо, короче, почитать про эти краски. Наверное, информацию в интернете. Может, они и есть какие-то. Масло какое-то. Такое и такое. Ну, в общем, интересно. Ну, так шоу. Солнце не такое интересно снился. Уже не помню подробностей. Но очень интересно. Я как в другом мире побывала, посмотрела. Проснулась даже немножко так удивлена. Была таким сном. А к этой картине мне почему-то появилось желание нарисовать солнце, чтобы светило на деревьях. Я видела, как художник рисовала. А то они темные. Мне не нравится. Пока еще не знаю как. Ну, типа, чтобы была солнечная сторона. Такая-то. Чтобы они не были такими темными. Эти цвета. Ну, посмотрим, как это сделать. Чтобы не испортить. Не, ну, не испорчил. В любом случае, акрил высох и снова наноси на него другой тон. В общем, посмотрю. Ну, что-то хочется мне солнца больше на этой картине. Когда она темная. Ладно, проверять буду картошку.